В данном видео я разыгрываю 300 тысяч монеток Шибы среди тех, кто правильно посчитает количество вот таких вот значков долларов в этом видео. Вот этот первый значок, который вы только что увидели, он также считается. Выиграет тот, кто первый напишет правильное количество этих значков. Результаты будут у меня в Телеграм-канале. Всем привет, меня зовут Ксения, и перед началом этого видео я хочу поблагодарить каждого, кто смотрит это видео, кто подписан на мой канал. Благодаря вам я развиваюсь, вы меня мотивируете и очень рады, если хоть одному человеку из вас мои видео принесли пользу. Также буквально 10 секунд уделю рекламе своего инфопродукта. Я выпустила курс по заработку на трейдинге, конкретнее по заработку на фьючерсах Binance и на Форексе. Платный курс, гарантии возврата средств в двойном размере, если у вас не получилось. Вся информация в Телеграме здесь не буду особо описывать, просто кому-то интересно, кому-то нет. В общем, суть. Я собрала маленький, прям мини-мини портфельчик на 1000 долларов из 50 монеток. То есть, в следующих 10 видео я хочу вам по 5 монеток рассказать, почему выложилось, сколько иксов я жду, и просто оставить этот портфельчик и ждать там год, два, пять, не важно. Я уверена, что на протяжении там следующих 5-10 лет я могу словить очень крутые иксы, грубо говоря, эту тысячу там превратить в 100, 200, 300 тысяч долларов. Просто на пассиве оставлю и будем смотреть, что из этого получится. Тут хочу отметить такую штуку, что вообще криптовалюта это либо долгосрок, то есть, либо вы покупаете монетки и их храните. Главное, кстати, как показал опыт последних нескольких лет, не теряйте там сид-фразы, не теряйте пароли от кошельков, потому что потом очень будет обидно, если вы вложитесь в какую-то монетку и забудете, как зайти в кошелек. И все, ваши данные потеряются. То есть, либо вы инвестируете в долгу, покупаете монеты и храните, либо вы зарабатываете внутри дня на скальпинге. То есть, для меня заработка на крипте в средний срок просто не существует. Я считаю это мега неразумным, но так как это видео не об этой теме, я расскажу как-нибудь потом об этом. Сейчас у нас как раз вот мой долгосрочный маленький портфельчик экспериментальный с 50 монетками. Сегодня первые 5 монет, это первый, по моему мнению, верняковый. Я хочу сразу отметить, что мое мнение, оно очень субъективно, оно не является финансовой рекомендацией. Вообще, у меня цель собрать порядка 10 разных портфелей на разных биржах, на разных кошельках и просто с разным смыслом. То есть, все, первый портфельчик смысл 50 разных долгосрочных монеток. Так, первые 5 верняковых, по моему мнению, монет, которые должны быть фундаментом, мне кажется, каждого портфеля. Конечно же, биткоин. Биткоин это отец всех криптовалют. Я беру его в свой портфельчик просто из уважения к пожилым. Не скажу, что по битку жду какие-то сильные иксы, но мое предположение, что потолок будет в районе 100 тысяч баксов. То есть, по сути, весь фундаментал в том, что это просто отец всех криптовалют. И сейчас альты, они реально делают какие-то иксы, есть проекты, которые там 10 тысяч процентов за пару месяцев берут и так далее. Биток, он уже мне кажется, что он свое уже изжил. Да, кстати, сейчас мы перейдем, посмотрим, что у нас по теханализу, мое мнение. Но хочу отметить, что вот в крипте, если вы инвестируете в долгосрок, вообще пофиг на теханализ. То есть, инвестиции в крипту это чистый фундаментал. Какая-то монета может просто выстрелить из-за твита Илона Маска. Это точно. Поэтому особо, если вы просто хотите купить какую-то монетку и держать ее там несколько лет, тогда особо не обращаем внимания на технический анализ. Просто берем фундаментальную часть. Что, где, чем и как подкреплено. Так, что у нас тут по биточку? Давайте просто начну с 4-х часового таймфрейма. Мы видим достаточно уверенное нисходящее движение. Но если немножко вот так отдалить график, видим достаточно сильную область поддержки. Вот он уровень. В мае 21-го он пробился, то есть биток просел до 29 тысяч. После того, как вот здесь он пробился, он был поддержкой и превратился в сопротивление. То есть, цена тут немножко потанцевала, пробила и так уверенным, так скажем, шагом пошагала к своему историческому максимуму. Что наблюдаем мы сейчас? Что цена трется в зоне поддержки, то есть в зоне как раз-таки этого уровня. Здесь она очень легко его пробила и даже сомнений, по сути, не было у нее. Еще особо не было затыков. Здесь она вот трется, танцует и нужно примерно сейчас понаблюдать. Я вам просто говорю свою теорию, в принципе, которая очень часто работает. В прошлый раз, когда цена спустилась к данному уровню, она танцевала у этого уровня порядка 10 дней. На данном этапе она здесь уже 12 дней. В принципе, плюс-минус погрешность, она имеет место быть всегда. Давайте я даже открою дневной таймфрейм. На дневном таймфрейме вы прям можете вот по количеству свечей посчитать, посмотреть, как цена себя вела. И, в принципе, можно предположить, что если сейчас цена уже примерно такое же время у этого уровня находится, как в прошлый раз, значит, в ближайшее время мы можем ждать либо отскок от этого уровня, либо пробитие. Я, конечно же, предполагаю, что будет отскок, что цена сейчас пойдет вот в зону 63 тысяч. Естественно, не прямиком, прям вот так плевочком. У нас есть вот здесь еще зона сопротивления, у нас здесь есть зона сопротивления. Но, в принципе, я считаю, что потенциал сейчас будет уже у нас бычим. Но есть такой вариант, что цена сейчас пробьет этот уровень и пойдет в район 30 тысяч. Опять же, что об этом может сигнализировать? У нас, смотрите, есть плечико, голова, плечико. То есть, голова и плечи – это фигура, которая показывает, что идет разворотная тенденция. То есть, у нас был восходящий тренд, сформировалась вот такая гиб. И, в принципе, опять же, если даже смотреть на эту фигуру, то потенциал движения от 30 тысяч. В случае, если цена пробьет сейчас вот эту зону поддержки и дойдет до 30 здесь, я думаю, что я очень крупным объемом зайду в споте, ну, в другой кошелек. Потому что от данного уровня, вот, какие у нас классные движения, и это было бы очень круто. Но, опять же, опять же, моя ставка, что до конца февраля цена будет минимум в районе 53 тысяч. Конечно же, я надеюсь на то, что она уже дойдет за вот эти вот полтора месяца до 60. И, в принципе, как я уже сказала, что я буду ждать биток по 100. Очень эротично. Если посмотреть немножко вглубь, то тут можно провести вот такой вот уровень. То есть он, в принципе, вот здесь вот пересекается с горизонтальным. А как вы знаете, что если какой-либо уровень поддержки диагонально пересекается с горизонтальным, это будет достаточно сильным сигналом. Так, следующая монетка, которую я купила на примерно 20 долларов, это, конечно же, BNB. Binance Coin, как вы знаете, самая крупная просто криптобиржа на данный момент в мире. Она крупнейшая по объему, по ежедневному в сделках. Также у данной монетки есть преимущество, что изначально было выпущено всего 200 миллионов монеток, но потихоньку-потихоньку сжигаются. То есть у них цель оставить только 50% этих монет. На данный момент в обороте, по-моему, 167 или 166 миллионов монет. То есть по факту порядка 17% монет они уже сожгли. Здесь, в принципе, фундаментал понятен. Постоянно Binance дают скидку за оплату в BNB, награждают. То есть данная биржа развивает свой актив, и я здесь буду ждать полутора тысяч. То есть на данный момент у нас 467 долларов стоит эта монетка, я буду ждать полутора тысяч. Если открыть дневной таймфрейм, тут достаточно интересная ситуация. Так, смотрите, у нас вот есть вот такая вот здесь зона поддержки, и от нее мы смотрим. Согласно волновой теории Эллиот, вы знаете, что у нас есть пять волн. Раз, два, три, четыре. И сейчас я могу предположить, что как раз-таки идет пятая. После пятой трендовой волны как раз-таки уже пойдет на коррекцию, но данная волна должна быть выше. То есть, по сути, вот сейчас ситуация, которая рисуется, она показывает на то, что рынок будет в бычьем направлении двигаться и будет пробивать исторический максимум. То есть у нас есть максимум в районе 695 тысяч, и, по сути, данная волна должна, по моему мнению, пробить этот максимум. Опять же, есть у нас здесь вот такой вот диагональный уровень. То есть мы проводим этот диагональный уровень по двум касаниям. Раз касания, два касания, и сейчас цена находится в зоне этого уровня. В случае, если цена сейчас пробивает данный диагональный уровень поддержки, то первый потенциал движения у нее в 325 долларов. Это, наверное, мне кажется, что максимально докуда может опуститься цена. И то я уверена практически на 90%, что Binance просто не допустит такой просадки. Ну да, ну да. В целом просто можете провести такой же уровень и сидеть наблюдать, как цена себя ведет в зоне данного уровня. Так, а вот третья монетка, мне кажется, что для вас это будет сейчас просто максимально непонятным, но это мое субъективное мнение. Я считаю, что Shiba Inu должна быть в фундаменте каждого портфельчика. Я не понял. Я очень верю в данную монету. Я считаю, что она в будущем покажет очень хорошие иксы, и что она, в принципе, достаточно стабильна. Многие говорят, что она достигнет 10 центов за монетку. Я не знаю, насколько это будет реальность, но я ее буду фиксировать на x4. То есть сейчас я жду, что цена толкнется от данного уровня поддержки. Очень рассчитываю на то, что сейчас будет рисоваться двойное дно. Максимально докуда я считаю, что она может спуститься, это вот данный уровень. То есть если даже она до него спустится, то будет очень хороший импульс вверх. Несмотря на то, что вот уже сколько времени у нас идет медвежье движение, именно в этой точке я считаю, что будет разворот. Вы можете сказать, вот что за тупица, почему ты так считаешь, у нас типа четкий нисходящий тренд, с чего ты взяла. Давайте мы взглянем немножечко на фундаментал. Сейчас прошла новость о том, что во многих странах появились грузовики, фуры с надписью Shiba Inu. То есть есть теория, я не знаю, насколько это верно, ходят слухи, что готовится очень крутая промо-акция. Ходила фейковая новость, что Robinhood хотели у себя листить Shiba, но они пока никак это не подтвердили. Но с учетом того, что прошла такая новость, очень многие фанаты данной мем-монетки начали писать им, все, залистите, нам это нужно. Опять же, ходят слухи, что сейчас это все рассматривается. И только представьте, насколько эта монетка полетит вверх, как только Robinhood примут положительные решения. Тем более, сама команда Shiba говорит о том, что планируется свой блокчейн, что это все будет развиваться в очень крутом формате. Я не знаю, возможно, это хайп новости, чтобы набить себе цену, возможно, это просто какие-то вбросы и фейки. Но вы только представьте, что все, если эти факторы сойдутся вместе, как она выстрелит на данном фундаментале. На данный момент вы на 1 рубль можете купить 500 этих монет. То есть, если даже считать, что произойдет какой-нибудь вселенский взрыв и что эта монета дойдет до 10 центов, давайте мы просто 500 монет, купленные за 1 рубль, умножим на 10 центов. То есть, по сути, 1 рубль, просто 1 человеческий, вот этот падающий вечный рубль может превратиться в 3,5 тысячи рублей. В 3,5 тысячи раз в теории могут увеличиться средства, если это все отработает. Если даже взять мои 20 баксов, которые я в это вкладываю, я умножаю на 3,5 тысячи рублей, получится 70 тысяч долларов. То есть, если все это отработает технично красиво, то я вам скажу, вот, я же говорила. Но, опять же, это не финансовая рекомендация. Следующая монетка, все просто так же банально, это эфириум, это король альткоинов уже. Даже по фундаменталу особо ничего вам не буду говорить, потому что смысла особого не вижу. По теханализу, в теории, сейчас цена может коснуться данного диагонального уровня поддержки и оттуда уже пулять наверх. По эфириуму я жду Х2. То есть, я не думаю, что он будет стоить больше 6 тысяч. Также у нас здесь есть еще вот такая вот горизонтальная зона. Вот она, зона поддержки. Она была здесь вот сопротивлением. Практически так же, как на битке. Была-была сопротивлением, пробилась и превратилась в зеркальный уровень поддержки. Опять же, здесь цена к нему поджималась и сразу импульс вверх. По сути, мне кажется, что вот-вот-вот будет уже разворот. Опять же, я говорю, что до конца февраля, по моему мнению, будут отрастать просто с бешенными скоростями все монетки. Так, и пятая на сегодня монетка, лайткоин. Все так же на примерно 20 долларов. Лайткоин я просто верила с самого там 17 года. На тот момент у меня еще не было в моих мозгах, что нужно инвестировать, что нужно вложиться. И просто вот давайте мы посмотрим. Вот он, 17 год. И цена просто 7 долларов. 7, понимаете? Сейчас один лайток стоит 135. То есть в 20 раз цена выросла. Я предполагаю, что еще будет расти. На данном этапе, мне кажется, что максимальная отметка, до которой может спуститься данная монетка, это 131 доллар. Хотя, хоть здесь еще и не сформировалась вот эта вот вторая окончательная точка, мне кажется, что вот он. Можно уже рисовать уровень. Опять же, в этом случае у нас диагональный и горизонтальный пересекаются, и это очень хорошая точка. До 166 долларов, мне кажется, вообще просто будет бежать и дальше уже подниматься. Когда будет пробивать свой максимум, я здесь вот даже предположить не могу, то есть по времени. Потому что не особо вижу этот график. Но вот потихоньку-потихоньку я думаю, что будет отрастать. Вот. Я надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это так, ставьте огромные пальцы вверх. Жмите на кнопочку подписаться. Пишите свои комментарии. Напишите, в какие монетки вы верите. Я желаю всем хорошего настроения, всем огромного профита. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok